Привет, друзья! Микрофанантик, мы продолжаем играть в Казаки 3, и сегодня у нас Турция, восточная нация. Попробуем развиться за неё, посмотрим, как это вообще отличается от европейского развития. На самом деле я ещё за Турцию идеала, так скажем, не достиг оптимального какого-то варианта, но посмотрим. Посмотрим, нация, конечно, совсем другая, зданий здесь будет гораздо больше, но и войск тоже будет гораздо больше. Здесь у нас похожие обмены, в принципе, чтобы 3 ГЦ построить. Ну а дальше сейчас посмотрим. Будем развиваться всё равно через дерево, как бы через камень я пробовал развиваться, но мне не очень-то понравилось, прям скажем. Ресурсов не хватает. Так, пошли добывать дерево. Вот у нас тут, ребят, 2 человека всего. Так, жилеца нам понадобится много, потому что мы сегодня попробуем играть через тяжёлых сипахов. Это у нас кони в доспехах, которые не так давно появились у Турции. Так, нам ещё нужно будет дерево и камень. Наверное, так вот мы обменяемся. Там посмотрим. Так, конюшенка пошла, значит, и Академия. Так, нанимаем, конечно же, Янычар. Мы всё-таки через стрелков играем обычно на 20 ПТ. И у Турции, в принципе, тоже имеет смысл Янычара брать. Янычары это хорошие стрелки. Они когда-то были на втором месте после Сердюков. Сейчас неизвестно. Сейчас надо тестировать опять же. Но я думаю, что они так и остались хорошими очень стрелками. Так, золотишко. Нам нужно больше золота. Так. В принципе, даже без подковы у Турции, как и, в принципе, у Украины, у восточных наций, кони быстро достаточно выбегают с конюшен. Так, слушайте, у нас золото-то очень долго строится. Где ещё золото-то, блин? Так, пошли разведывать обстановочку. Ёпта-ч. Так, топора пока нет у нас. Так, ещё внизу. Я думаю, что нам понадобится две железные шахты. Сейчас посмотрим. Пока не уверен. Так, тестировал я с двумя железными шахтами. Но, как будет на деле. Дерево. Топор наконец-то берём. 70. 70 единиц железа нужно для производства одного тяжёлого сипаха. Это, конечно, очень много. Тут железа всего 5. Единый чар. Так, ну и дальше, в принципе, как и в Европе, ничего не изменилось. В экономическом плане у нас развитие будет тоже. То есть, улучшаем мы золотые шахты. Плюс ещё у нас 6 крестов. Здесь дело стоит. Давайте-ка мы их пошлём, наверное, сюда. Вот, пищу пока не добываем. Пока не актуально. Всё, золотые шахты сейчас пойдут на улучшение. Так, одна есть. Вторая на подходе. Пять минут прошло. Полёт нормальный. Везде всё производится. Да, и жилые места, конечно же. Вечная проблема с жилыми местами у нашей восточной нации. Это, конечно, будет беда, но пока ещё не скоро. Всё, осталась последняя золотая шахта. В принципе, смотрите, одной железной шахты хватило. Всё-таки. Но это пока у нас нет второй конюшни. Что там со второй конюшней будет? Непонятно, но я думаю, что к моменту, когда у нас вторая конюшня появится, мы уже все шахты поставим. Нам ещё уголь сейчас надо делать. Так, всё, заполняем шахту. Вот. Дальше что делать надо? Дальше у нас два варианта. Либо выходить в кирку сначала, а потом строить остальные здания военные. Либо сначала казармы и конюшню, потом уже в кирку. Тут, конечно, я не определился, но я думаю, что сойдёт вариант, когда мы сначала в кирку выйдем. Попробуем так. То есть можно сейчас ещё одну казарму построить, ещё одну конюшню. То есть у Турции должно быть три казармы как минимум и две конюшни как минимум на 20 ПТ. Так, давайте склад поставим. Хотя, наверное, зря я склад поставил. Ладно. Всё-таки мы будем на камень переходить. Переходим. Так, и остальные шахты ставить. Ну, барабанщики-то есть, в общем? Барабанщиков пока нет, жилые места ещё не требуются. Так, вот гиб. Можно заранее, в принципе, поставить, но золото будет уходить. Очень быстро. Но всё-таки бы сначала кирку взять. Давайте-ка пробуем. Ну, ещё 3000 железа накопить надо. Так, 4-4-4, всё нормально. Так, парочку домиков поставим заранее. Сейчас поднём разведываем, кто у нас враги. Вниз, хорошо. О, слушайте. Тут у нас уголь не полностью поставился. Так, 9 минут, да? Давайте-ка побыстрее сейчас возьмём. Тогда сначала телегу, потом... Ну, уголь поменяемся. 8 тысяч слишком много. Ну, кирку возьмём отлично. На 10 минутах нормально, в принципе. Всё, сейчас будем ставить остальные военные здания. Ну, учитывая, что проблемы с жилыми местами, как бы, армию торопиться... Копить. Может быть, и не стоит. Посмотрим, короче. Попробуем разные варианты. Времени у нас много. Ну, я имею в виду не в этой катке, а вообще, в принципе. В любом случае, предлагайте свои варианты в комментариях, конечно же. Всё, теперь надо, значит, казарму строить. 9 тысяч. Гип тоже ещё надо строить. Всё, казарма пошла. Пока не надо. Так, и подкову потом ещё надо будет сообразить. Сразу угольную шахту прокачаем. Опять, человек, есть? Есть. Так. На ещё одну конюшню нам надо что? Так, стопы. Я хотел иначе разгадать чёрной казарме. Нам нужно 7 тысяч дерева. Всё, ещё одну конюшню пошла. Сейчас на дип поставить и подкову взять. Подкова при таком варианте развития получается позже, чем у Европы. Но, как я уже говорил, скорость выхода коней из конюшни высокая, так что коней получится штук 100. Ну, 90-100 примерно так. Учитывая, что это тяжёлые сипахи, в принципе, норм. Но, я думаю, что тяжёлыми сипахами не то, чтобы прямо стоит играть. Потому что это, наверное, такой же вариант, как за Украину через гетьманов. То есть... Мяса мало всё-таки получается. Нам нужно чем-то прикрывать наших янычар, поэтому мы... Сейчас сгиб возведём. Так, ну, тут ещё железо можем поставить. Точнее, прокачать. Нормально. Давай-давай. Отлично. Отлично. Ну и всё. Дальше копим войска. Строим домики. В большом количестве. У нас 5 минут осталось. Надо бы арт-допой ещё построить. Так, ну и еду добывать тоже надо. Будет. В будущем. Сейчас я много очень еды купил, конечно, но ладно. Так, арт-допой пошло. В принципе, можно ещё строить башенки для защиты. Всё-таки у Турции, у восточных наций башенки быстрее всего строятся. Давайте парочку поставим, как минимум. Там посмотрим, как обычно. Сейчас немного затормозится у нас добыча, конечно, но... Что поделать? Ну, сейчас, в принципе, иду потихоньку вам прокачивать. Вот этих ребят пока пошлём. Так, 3 минуты. Ладно, давайте прокачивать Янычар. И тяжёлых Сипахов. Очень долгая прокачка у Янычар. Прям там много апов. Штук 7, наверное, как у Сергяков тех же. Ну, и у тяжёлых Сипахов тоже. Вообще, у этих коней, у восточных, и у Украины, как гибридной нации, да? Такая проблема. Вот, долгая прокачка коней. В плане того, что апов много. Много кликов мыши. Палашу обязательно надо брать. Можно даже заранее его взять, чтобы потом не забыть. И железа много нам понадобится на прокачку, опять же. Так что, я думаю, мы сейчас ещё покачаем железные шахты. Ещё, конечно, их сейчас все найду. Так, у нас тысяча жилых мест. Тысяча жилых мест это мало. Нам к концу времени мира больше понадобится. Домики опять же строю сейчас в тылу. Хотя на опции без захвата лучше бы по направлению к врагу строить, но... Уже поздно. Поздновато спохватился. Так, да, больше еды. Пойдём еду добывать усиленно. Две академии построить. Всё, давай эти пушки закажем. Пока что так. Ну и кираса, конечно же, кираса. Было добавлено тоже Турции с патчами. То есть изначально не было ни тяжёлых сипахов у Турции, ни кирас. Всё это чуть позже появилось. Так, у нас офицеры уже есть. Да, ну и сейчас золотые шахты, конечно же, не качал до третьего уровня, что, в принципе, не очень хорошо. Давайте это поправим, хотя бы одну шахту прокачаем. Уже будет попроще на кирасы копить. У нас дерево добывается тут слегка. Надо бы послать их на камень тогда. Вот так вот делаем, да и всё. Так, всё время мира кончилось. Сейчас будем остатки прокачивать. Иначе у нас ещё ни скорострельности ни хрена нет. Потому что я золотые шахты вовремя не скачал. Такая-то получилась забавная игра у нас. Так, 196 иный чарп есть. Тут ещё парочка. 90 коней нормально, в принципе, пока. Сейчас посмотрим, кто на нас будет нападать. У нас угля и железа очень много. Можно даже чуть-чуть железка-то слить. Но я бы на самом деле не хотел этого делать. Но мне придётся. Камень 6000 есть. Два вот опять 500. Вот как я говорил, долгая прокачка, блин. Капец, там золота ещё надо много. Да, всё-таки я думаю, до третьего уровня надо качать больше шахт золотых. Так, слишком мало получается. Так, у Каней на самом деле у формации всего плюс один, плюс один. В защите и атаке бонусы. Так что, даже можно сказать, что не слишком критично. Это прокачка. Не прокачка, а формация. Но всё-таки в казаках много деталей решает исход катки. Так что, лучше, безусловно, делать, чем не делать. Так, ещё потому что у меня сейчас много крестов добывал дерева. Поэтому у меня немного с доходами беда. Так, ну что, пойдём в атаку не пойдём? Всё остальное по дороге качём. Можно взять Кирасу, но скорострельность важнее. Там уже вон сверху пошла атака. Так, где мы лучше встанем? Наверное, вот тут где-то. Чтобы не слишком далеко от своей базы доходить. Так, ну Кираса тоже важна. Чтобы наши сипахи не слишком быстро сливались. Как там сейчас повоюют они, посмотрим. Лучше тут 18 век, походу, да? У нас гусары в Венгрии. Интересно. Интересно, девки пляшут. Гусары пытались забежать на стрелков, но у них она не получилось. Интересно вообще. Топово просто, топово. Эксмаус жарит просто. Только в путь. Так, хорошо. Пушки подкатились. Ждем пушки. Повторяем ошибок прошлого. Пока поубиваем немного. Так, Синнин сообразил, что тоже надо атаковать. Тут и так успешно, в принципе. Сейчас Венгрию снесут. Так, жилые места нам пока не нужны. Это токатка, где мне не пришлось беспокоиться о жилых местах, потому что я побеспокоился заранее. Вот так бы сейчас сидел, опять бомбил. Так, ну дерево у нас по-прежнему добывается, это норм. Так, давайте меткость иногда прокачаем, что ли. Или пока не стоит. Так, ну дерево у нас по-прежнему. Так, ну дерево у нас есть, как бы можно идти в атаку. Что-то они там тупят. Маловато пушки захватили. Так, у нас там уже идет атака, видимо, да? Пошли вперед. Пушками палят по нам. Пушки просто зайдем. Пушки сзади слишком далеко. Черт, не надо, не надо, не надо. Твою мать. Картечку все-таки положили немного у нас пушек. Ну а зато спахи у нас прошли нормально. У нас сверху союзник сливается потихонечку. Машка назад отойдем. Поближе к иначарам. Сейчас мы их завалим. Эту пачку тоже надо как-то раздеребанить. Все, нормаль. Сейчас мы тут закончим и пойдем с этим поможем. Повернуть надо. Так, вот здесь вот, конечно, вопрос сейчас, куда идти. Нет, слушайте, союзник справился, нормуль. Пошли заходим тогда на базу. Гусары пришли и встали. Ему он слишком занят там. Контролим чего там. Все, сдается, чувак, да? Блин. Ну все, нормально, смотрите, повоевали. Несмотря на то, что развитие у меня немного запоздало, но... Все-таки мы справились. Наверное, попробуем еще каточку, чтобы закрепить результат. На этот раз попробуем шахты прокачать заранее. Золотые. Что-то по очкам развития. У них гораздо больше очков развития, чем у нашей команды, по-моему. Это интересно. Так. Заранее надо было беспокоиться о офицерах. Золото опять 500. Так, если они многостолки строили, то мы, конечно, можем отхватить. Потому что пошли они вот так вот, да? Где фсер, это, блин... Мы успеем построить вот эти башни. Так много мы их отогнали, конечно. Продолжение следует... 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 так вот куда-нибудь сюда пойдем у меня как много всего надо прокачивать то еще мне шахта не прокачана железная угольная короче когда на самом фронте ты играешь что не успеешь сегодня начнется сразу она скорее всего начнется сразу враг тоже понимает что давать врагам прокачиваться нехорошо так много еды надо много еды много золота ну башни их много сдержит я думаю хотя даже не думаю я надеюсь что сдержит так 500 надо на скорострельность 4 200 до черт выберем тяжко тяжко так вторую академию на построить таки раз уже можно взять но и все-таки предпочитут скорострельность ведь 196 рандашей 87 осталось нам так уже полипа пошел дам а у нас там сверху подошли понятно сейчас люди не подойдут у него пушек много успел он построить я не успел так еще снизу подходит твою мать черт выберем так они мы отогнали немного стреляющих не успел наверно так скорострельность есть твой уж мать у базы отходить потом посмотрим парочку кони нас убили по лошади взял беда беда короче казарма у нас минус играть на фронте дичь полнейшая прочность стен прочность зданий как бы можно было взять на самом деле но думаю ненадолго бы это помогло они тоже много пошли вот так короче поезда терпеть так же за есть пока но кончается быстро так пушки захватили пушки уже там успели кого-то убить так всего сюда ем уже есть надо башни контролить это же конница осталась охрененно сейчас мы их порвем тогда да вот не успел ни кирасу не положить это печально конечно у нас золотые шахты сохранились в принципе не успели их уничтожить давайте пойдем башню починим так давайте сюда стреляем башнями так и рдп у нас тоже не уничтожили это хорошо плохо что 2 казарма у нас грохнули в принципе 3 казарма она относительно дешевле а так слушайте у меня сколько казарм то грохнули 2 все-таки да да 2 одно оставили так ну чё восьминнадцатый стол из коней стрелков осталось не так много так казарма ну я сами на самом деле казарму поставил так прямо около врага что то даже плохо короче спланировал базу признаю но обо всем как бы не подумаешь сразу что то обязательно упустишь потом страдай так ну давайте еще одну казарму туда воткнем треса то есть талант и но и и и и и И раз, а есть. Так, он что, решил рундашами защититься от моих тяжелых сипахов? Сейчас, пробуем, зайдем. Желтый тоже двинулся. Опасно, опасно. Кто же одержит верх в этой войне? Никто не знает. Так, ну там, наверное, сам он справится как-нибудь. Протупил еще с этим железом. Ладно. Ну, тут еще и третий союзник подошел, он там разбил нижнего. Это, конечно, война. Так, у нас иначе осталось всего ничего. Ну, то сейчас возьмем нормально. И палаши, и закончим. Что у нас осталось? Один противник? Нет, два противника. Зеленого еще немного не добили, но, наверное, близкид мы к тому же, чтобы его добить. Да, забавно. Все, удивительно, сдался. Адская бойня какая-то произошла. Ну, в принципе, уже можно ничего не делать. Думаю, тут все понятно. Зеленый остался. Нет победам. Ну что ж. Такая получилась интересная гадка. Спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, если вам понравилось. Пишите в комментариях ваш вариант развития. Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok